Здравствуйте! Я Титова Елена, директор Всероссийского музея декоративного искусства. Сегодня музей не только хранит наше уникальное собрание декоративного искусства из разных регионов России, но и сотрудничает с представителями креативных индустрий. И мы готовы предоставлять информацию, звать в гости. Сегодня у меня в гостях Сергей Смирнов, промышленный дизайнер, основатель... Сергей Смирнов, здравствуйте! Сергей Смирнов, основатель, промышленный дизайнер, основатель и генеральный директор Смирнов Дизайн, член экспертного совета Минпромторга и партнер нашего конкурса «Придумано и сделано в России». Напомнить хочу публике, которая сейчас присоединилась к нам, нашим гостям, что я, Титова Елена, директор Всероссийского музея декоративного искусства. Речь идет о конкурсе «Придумано и сделано в России». Партнером этого конкурса является компания Смирнов Дизайнер. Вы меня поправите, Сергей, сейчас, да, потому что это не совсем компания, это прекрасная инициатива, которую мы вместе осуществляем. А на сайте конкурса «Придумано и сделано в России» до 27 числа можно подавать заявки на участие в конкурсе. Мы ищем состоятельные работы современных российских дизайнеров для приобретения их в коллекцию нашего музея. Такова цель конкурса. Но сегодня речь с Сергеем Смирновым о самых различных аспектах. Мы с вами знакомы давно и можем действительно уже выстроить такую ретроспективную беседу. В этом году вы стали нашим партнером. До этого вы были среди экспертов первого конкурса в 2018 году. Ваша компания занимается промышленным дизайном. А вот сегодня что такое дизайн для вас? Ну, что значит быть дизайнером сегодня? Очень хороший вопрос. Всем привет. Большое спасибо за представление. Дизайн, действительно, слово очень широкое. Очень много даже дискуссий происходит на эту тему, потому что есть дизайнеры, которые занимаются больше в сторону искусства, какие-то арт-объекты создают, декоративно-прикладное искусство. Опять же, тоже сейчас очень активно используют слово дизайн. Есть дизайнеры-разработчики разных электронных систем, интерфейсов, там это целый отдельный, коммуникативный дизайн и так далее. Я думаю, что можно так сказать. Дизайнер – это такой организатор создания будущего продукта. Он же является... Знаете, у меня интересная есть аналогия. Вот если играет концерт, большой оркестр, в нем играют очень много разных инструментов. Но есть дирижер, которого мы видим, он визуально виден, заметен, он олицетворяет все произведение, весь темперамент и всю эстетику, так скажем, концерта. И он же еще и дирижирует. Дизайнер – это похожая такая специальность, когда нужно, во-первых, воплотить визуально яркий образ, а во-вторых, еще и организовать. Потому что дизайнер должен учесть технологические аспекты, как это произвести, должен учесть, для кого он это делает, объект. И в чем особенности потребителя. Потому что одно дело – это массовый серийный продукт какого-то недорогого изделия. Там одни потребители, одни законы. Или же делаем какой-то уникальный, очень такой на уровне искусства уже продукт. Там другие потребители, потребители другие законы. И также и производство различное. Вот этот дизайнер – это такой человек, который учитывает и эстетику, и эмоции. И он же и инженер, технолог, эргономист. Вот такая вот интересная, очень действительно многопрофильная профессия. И дизайн – это такая вот отрасль многопрофильная, по созданию новых продуктов, новых изделий. Да, и насколько мне известно, действительно понятие дизайн сейчас многими используется с дополнительными смыслами. Как вы правильно сказали, организация, структурирование разных областей жизни, дизайн поведения, дизайн жизни самой, да, уже стали такими вполне употребимыми понятиями. И это очень интересно. Значение дизайна, значение вот этой пользы, красоты, баланса, умения организовывать. То есть это всё завязывается в очень интересный такой ансамбль, я бы сказала, вокруг понятия. Но для вас это не просто понятие, это ваша профессия, и это семейная, насколько я знаю. Одна из разработок вашего отца, «Лунная камера» была представлена на выставке в прошлом году, посвящённой истории промышленного дизайна в Третьяковской галерее «Мир, дружба, дизайн». Ваш отец разработал его на заводе «Зенит». И ваша «Зенит М» в прошлом году получила также приз чикаговского конкурса «Гуд дизайн». Разработана была, я так понимаю, там же, только уже с вашим дизайном, разработчатой схемой. Расскажите, пожалуйста. Да, это очень интересная и забавная даже, я бы сказал, история. Действительно, у меня отец тоже закончил Строгановку. Он был одним из первых, кто занимался в Строгановке, учился на промышленном дизайне. Такого не было ещё в кафедре, но была кафедра художественной обработки пластмассы, которая как раз изгородила промышленный дизайн. Он был, по-моему, чуть ли не в первом потоке по этому направлению. И после распределения действительно поехал в Красногорск на завод «Зенит», делал различную спецтехнику. То есть он не гражданское оборудование разрабатывал, а именно специализированное оборудование. И он разработал проект, кинокамеры для космоса, для Луны, для наших космонавтов, которые участвовали в гонке за Луну, которые, к сожалению, не проиграли американцам, и она не полетела. Но камера была сделана. Камера очень эффектная. У меня вот в Фейсбуке на аватарке, я специально так сфотографировал, чтобы помимо моего лица, ещё как раз камера, которая на выставке сейчас присутствует. Это, естественно, реплика, которую я сделал по чертежам и по воспоминаниям папы. И действительно, я вырос среди эскизов. Кстати, ещё интересный, наверное, будет очень любопытный, как раз в контексте вашего музея. Я не застал его как дизайнера, вот именно промышленного дизайна. Он, когда я родился, он стал ювелиром и художником декоративно-прикладного искусства. И он делал всё моё детство, делал броши, причём это не драгметаллы, а это лихиор и перламутр. То есть это именно классическое декоративно-прикладное искусство. Как всё-таки близко это сочетается в профессии, да? Да, это удивительно. Но я всю жизнь слушал его воспоминания о работе именно промышленным дизайнером. Я всю жизнь, всё детство смотрел на эти эскизы. Эскизы ювелирных украшений, старые отдувки, аэрографы, тех разработок камер различных. То есть я вырос на почве такого отношения к созданию продукта через дизайн, через искусство. И, конечно, когда появилась такая возможность, вдруг достаточно неожиданное предложение было для меня, чтобы... Ваш «Зенит», да? Да. К нам обратился Красногорский завод имени Зверева, который выпускает оптику, выпускал раньше фотоаппараты «Зенит», сейчас, к сожалению, только очень специализированную технику выпускает. Но объективы до сих пор ценятся, и это действительно очень качественная оптика. И вот поступило предложение, совместный проект трёх компаний. Это немецкая компания «Лейка», ну или «Ляйка», как немцы её называют. И вот «Смирнов дизайн» и «Лейка» разработали корпус фотоаппарата на базе немецкого фотоаппарата «Лейка» «Деталь-240», это серия М9. И, конечно, молодцы красногорцы сделали очень качественный объектив, который похвалили немцы, сказали, что он лучше нашего. Тем самым, кстати говоря, компания «Зенит» приобрела право использовать крепление этого объектива. И сейчас можно купить красногорский объектив и замонтировать, например, на фотоаппарат «Лейка». Ну или можно пойти в ГУМ и купить, собственно, фотоаппарат «Зенит-М», который действительно получился очень интересным, он отражает дух того «Зенита», того старого «Зенита». И, кстати говоря, когда мы его делали, знаете, мы к каким хотели достучаться моментом? Практически каждый советский мальчишка, и даже, может быть, мальчонка, у них есть поминания прям до мурашек. Это когда ты с отцом в ванной, в прекрасном красном светильнике, проявляешь фотографии. И это трогает за душу практически любого взрослого человека, который там старше 65-40. Потому что это было, и это очень теплые воспоминания об отце, и вот об этих вот таких часах, проведенных в темной войне. И мы старались сделать так, чтобы человек с одного взгляда увидел дух «Зенита» и почувствовал. Хотя, на самом деле, камера дальномер, то есть она не такая по конструкции, как старый «Зенит», но, тем не менее, нам, мне кажется, через дизайн, именно формами, именно исследованиями нам удалось достучаться. И мы очень, конечно, гордимся, что мы получили награду в прошлом году. Да, да, в прошлом году год дизайн определил как лидеров. Ну, да, нам очень приятно. У нас не было, у нас было до этого, у нас и «Рэддоты» есть. Да, два «Рэддота», да. Знаете, на самом деле, тоже интересная история. У нас, на самом деле, три «Рэддота» и четыре «Ифдизайн» в город. Но у нас контракт, по которому мы не имеем права рассказывать о ряде этих наград, потому что это немецкая компания, и они не хотели светить российские корни. А «Смирнов дизайн» очень очевидна, фамилия «Русская» название. Поэтому официально мы можем говорить только о двух, но по факту наш дизайн, можно видеть, он продается и в России продается. Ну, вот не могу говорить по контракту, это не публичная. Вы знаете, вы на опережение взяли эту тему. У меня вообще был вот этот вопрос о том, как построены конкурсы зарубежные, известные. Вот, допустим, «Рэддот» — это платный, стоимость достаточно высокая, но он пользуется огромной популярностью, авторитетом. Значит, это что дает участникам? Если можно кратко определить, вот как вы чувствуете, почему. И, может быть, нашему конкурсу «Придуманное, сделано в России» тоже что-то можно позаимствовать по именно организации, структуре от этих известных конкурсов? Да, я думаю, что надо обязательно брать все лучшее, потому что эти конкурсы очень интересно устроены. Там входной билет очень недорогой. Ну, как сравнительно, на самом деле, вот у вас, я считаю, очень дешевое участие в конкурсе «Придуманное, сделано в России», ну, даже вы просто очень лояльны, действительно, к нашим дизайнерам. Мы это размышляли, но вот такое наше решение. Наверное, оно может быть другое, да. Да, вы знаете, для начала все очень мудро сделано. Я считаю, что это действительно, скорее, символическая такая плата. Она должна быть, чтобы от тех, все-таки, людей, которые действительно заинтересованы в участии в конкурсе. Вот в RedDot устроен так. Вы платите небольшую сравнительную сумму, это там 250-300 евро. Это немецкий конкурс. Причем очень интересно, чем вы ближе к дедлайну, вот у нас сегодня 30 дней до дедлайна, да, то тем дороже стоит участие. Нашего конкурса, да. Да, 30 дней до конкурса. Придуманное, сделанное в России, да, музейный конкурс. Да, да, вот 30 дней. И вот у них тоже так интересно, что если ты за три месяца подаешь, это стоит там, условно говоря, я точно не помню сумму, ну, примерно 250 евро. Но если ты уже подходишь к самому концу, то это становится 300 евро. И, может быть, даже еще дают недельку, еще дороже можно успеть. Это, в общем, рассчитано на такую достаточно понятную психологию. Всегда мы пытаемся в последний день все успеть. И вот они говорят, ну, хорошо, не успели, ну, ничего. Мы еще неделю можем у вас принимать, ну, условно говоря, по 400 евро. Вот. Это интересно, забавно смотреть, как они монетизируют даже вот такие мелочи. Вот. А дальше самое интересное начинается. Дизайн-менеджмент, видимо, тоже развивается и, так сказать, приобретает какие-то новые в нашей жизни, так сказать, реалии такие. Ну, интересно, начинается. Я еще не рассказал самую печальную для дизайнерную историю. Значит, происходит следующее. Вы подали все заявки, все приняли. Потом они берут какое-то время на то, чтобы организовать жюри. Эти жюри, очень международные, кстати, жюри. У нас Юрий Владимирович Назаров ездит, как от России представитель. Они, значит, собираются тройками и ходят, потому что экспонатов тысячи. Подается тысяча заявок. И, кстати говоря, до 10 тысяч, до 14 тысяч было бы некоторые годы подано заявок. Они обязательно объект. То есть у них есть еще Red Dot Concept. Это отдельный конкурс про концерты. Кстати, тоже переклички есть с нашим свадьбом. Да, у нас тоже есть номинация концерта. Это верно. Но основное, вот то, что самая авторитетная часть, это именно классический продукт-дизайн. То есть это нужно, чтобы был объект живой, его выставляют на выставку. И ходят жюри, смотрят в живьем, трогают, если надо. Поэтому очень важно, чтобы объект был не просто красивый на картинке, но он должен быть таким же и тактильно приятным действительно в натуре. Потому что это очень важно. И, кстати говоря, мы тоже нащупали, как выигрывать такой конкурс. Надо обязательно очень быстро донести мысль в описании, чтобы человек понял, что это. Чтобы он взял в руки, ничего не скрипело и не разваливалось, чтобы щелкало приятно. Вот это очень важно для такого рода конкурса. И дальше интересное начинается. Допустим, вы выиграли. Вам присылают письмо, грамоту, что все, поздравляем, вы победитель конкурса. Но вы не имеете права об этом говорить. Потому что по контракту вы должны оплатить право использовать этот Red Dot значок. А, то есть, получается наоборот, да. Вам говорят, да, пожалуйста. И там представляются пакеты. Пакеты услуг, которые надо выкупать. Ну, например, что в минимальной входит. Это одна четвертушка в книге. Они делают такой дизайн-бук каждого года. Значит, вот четвертушка, половинка разворотика туда могут разместить. Это минимально. Потому что дальше предлагают лист или предлагают весь разворот. Дальше что входит? Один год участия в музее. То есть, они обеспечивают музейную демонстрацию победителя. А, естественно, право использовать их логотип, который защищен, естественно. И это такое лицензионное соглашение на использование. Можно всегда теперь его использовать. В связи с именем компании или лично вас можете использовать их логотип, да? Да, да. Вот у нас на сайте, например, есть какой-то здесь. Там Red Dot. Вот у нас есть право на это использовать. Так вот, чтобы его получить, это право, надо заплатить минимум. Где-то, я тоже сумму точно не помню, там, до копеек, но порядка трех с половиной тысяч евро. И это уже существенно. При этом, если вы хотите там больший объем, значит, разворот, это пять тысяч евро, может быть. Если вы хотите, чтобы вас встретили на красной дорожке, чтобы вам вручили, вы уже платите больше, семь тысяч. Там сумма может быть очень колоссальная, если вы создаете на этом прям целый пиар-ход, чтобы вас могли. То есть, если вы основываете на этом пиар-компании, своей компании, своей, да, предприятии своего, то это еще дороже. Да, и очень, кстати, важный аспект у Red Dot, то, что это конкурс производителей, а не конкурс дизайнеров. Дизайнеры обязательно указываются, но именно мы видим, например, там, LG взяла Red Dot, Apple всегда, каждый год Apple всегда получает Red Dot. Кстати, она у себя это нигде не опишет, но каждый год можно... Деньги экономят. Они не хотят, они настолько крутой бренд, что им не нужно ничего, но формально они всегда выигрывают, и везде, вот если посмотреть на ежегодных отчетах, везде Apple всегда в победителях. Вот, ну вот, дальше можно, например, устроить какую-то очень большую компанию, пиар-компанию, как в этом году Fiskars, финские инструменты садовые, ножи, топоры, там, ножницы, вот они сейчас очень мощно пиарятся на тему Red Dot, они взяли несколько Red Dot, каждый год берут Red Dot, и Red Dot их крутят. Это какая-то совместная монетизация вот этой репутации. Поэтому нам надо учиться, обязательно надо брать лучшее, поэтому я думаю, что у вас очень интересный, кстати, момент тоже связанный с тем, что вы музей, и вы берете, можете производить лучшие работы, закупку в музейные фонды. Это, я считаю, классная особенность вашего конкурса, потому что, когда музей берет в свою коллекцию работы, это действительно признание авторитетными такими большими грантами, что вот эта работа действительно достойна музея. И я сейчас всей молодежи и даже очень таким взрослым, состоявшимся дизайнерам рекомендую обязательно участвовать в этом конкурсе, потому что это как раз не столько про то, что там очередной, допустим, у меня там 10 наградок, а это вообще возможность попасть в музей. Вот это очень, это очень важно. Да, спасибо, что вы это отметили, потому что придуманный и сделанный в России второй конкурс в этом году будет оцениваться и большой группой экспертов, и международным жюри, в составе которого топ-менеджеры различных музеев, европейских представителей музейной общественности России. И это действительно про то, что выбирают специалисты с точки зрения взгляда, можно сказать, ответственности, да, то есть нам интересно явление, которое сегодня происходит в дизайне российском, и мы бы хотели, так сказать, материальные следы, которые при этом могут выражаться и в электронной версии идеи. И сразу оговорюсь, у нас есть номинация концепт-идея отдельная, причем тоже партнерская номинация, и нам, конечно, очень важно сейчас вот эти реалии поместить в коллекцию музейную, составив в дальнейшем рассказ о современности. Немножечко на шаг назад, поскольку мы с вами увлеклись действительно вот этой большой темой про конкурсы такого высокого класса, про вас немножко, Сергей. Вы получили образование в Строгановской академии, и продолжая там, так сказать, работать, возглавили Центр исследований и инновационных разработок. И вот то, что вы говорили вскользь про корни, которые хорошо или нехорошо показывать, но тем не менее наши студенты в Строгановке, это действительно кузница кадров для крупных европейских компаний. У нас действительно много примеров, которые хотя и не афишируются, но мы знаем о них. Инженеры, технологи, конструкторы и дизайнеры, о чем мы сегодня, работают в крупнейших европейских компаниях. В чем секрет? Ну, во-первых, секрет, наверное, в том, что Строгановке в этом году 195 лет. Это действительно мощнейшая школа, которая была создана именно как школа подготовки промышленных рисовальщиков. То есть это не просто художники, а это именно люди, которые ориентированы на такие прикладные задачи. Конечно, была тяжелая история, там школа Строгановки дала и текстильный институт, и архитектурный институт, и вот ее восстановили в послевоенные годы, как уже, собственно, Строгановское здание было построено. Это, конечно, история. Это очень мощный отбор. То есть попасть в Строгановку действительно очень сложно. Это очень почетно. Я вот, например, с первого года не поступил. Мне пришлось... Да, я чуть в армию не угодил, потому что меня забирали в армию. Мне пришлось как-то так, значит, пытаться все-таки на второй год успеть. У меня в апреле день рождения, поэтому я в весенний день в набор попадал в армию. Ну, я вот смог поступить со второго года, очень благодарен себе, что все так хорошо получилось. Отучился. Учиться тяжело в Строгановке. И чем тяжелее... Вот есть разные кафедры, они немножко по-разному нагрузку студентам дают. Чем тяжелее, тем интереснее и опытнее получаются кадры. У нас действительно Строгановка поставляет практически во все мировые автогиганты. Работают строгановцы-дизайнеры, потому что талантливые ребята. У нас очень мощная кафедра мебели. Я очень надеюсь, что Кирилл и Елена Чебурашкины будут участвовать активно в нашем с вами конкурсе. Да, мы тоже надеемся на участие лидеров. И студенты, и студенты. Они сами могут участвовать, и студенты обязательно. Потому что это действительно очень талантливые ребята. Я имел удовольствие на прошлой неделе с ними участвовать в их защитах, дипломах. Это великолепно. Вот каждая работа, которая была представлена, она достойна участия в этом конкурсе. И прямо вот обязательно. Я всех позвал и говорю, ребята, не забывайте. И что интересно, опять же, такая похвала кафедры мебели, то что ребята, даже в этой ситуации с коронавирусом, все равно они улыблились несколько продуктов сделать живых. Хотя это крайне сложно, потому что все производства стоят, все на карантине. Но в прошлом году, я надеюсь, и в будущем, это их визитная карточка. Они создают объекты, причем объекты серийного качества. И поэтому это как раз то, что отличает все основные номинации нашего конкурса. Что надо тут и живой объект представить, потому что это музей, который должен стоять вживую. Так что я думаю, что ответом на вопрос это, первое, это традиция, это мощная школа. И второе, это очень талантливые ребята, которые мечтают учиться, мечтают попасть. И, наверное, третье, это действительно уникальные профессионалы-преподаватели. Я три дня назад был на защите дизайн-текстиль. Великолепно. Во-первых, все пятерки много с похвалой, с регистратурой рекомендовали. И я тоже вижу, что это живые объекты, которые могут также участвовать. Я надеюсь, у вас есть номинация «Текстиль». И вот тоже надо пригласить. Да, «Текстиль для дома» в конкурсе «Придуманное и сделанное в России» есть такая номинация. Вот тоже надо приглашать ребят, которые занимаются текстилем. Это просто отлично. Там очень много интерьерного текстиля, постельный текстиль. И обои есть очень интересные. Великолепно. То есть для интерьера супер. И действительно, Строгановка очень мощная, сильная школа. И я надеюсь, она будет таковой и дальше оставаться. Пром-дизайн сейчас очень хорошо за кафедрой Татьяна Мунина взялась за такое восстановление традиционно сильной пром-дизайн-школы в Строгановке. И я ее очень поддерживаю. Вот наша роль как центра исследования инновационных разработок – это как раз привнесение практики внутрь образовательного процесса. Мы внутри Строгановки создаем изделия, разрабатываем. Тот же самый фитопарат «Зенит-М» был разработан в стенах Строгановки. И Строгановка в этом смысле, если мы в дизайн объединились. Наш опыт, наше знание 20-летнее наработано. Соединилась с 195-летней историей Строгановки. И действительно, Строгановка стала очень сильным игроком в области промышленного дизайна. Вот именно приборостроительного, такого сложного, технологичного дизайна. Потому что она всегда была лидером, например, в мебели. Опять же, возвращаясь. Да, но не случайно, собственно, и музей, Всероссийский музей декоративного искусства, мы со Строгановской академией… Пропадают связь. Я здесь. Да-да, я здесь. За Строгановской академией партнерствуем. Мы делаем проекты, вырабатываем различные векторы движения. Мы с музейной части. Ну, кстати, в Строгановской академии свой прекрасный музей. Мы делали несколько совместных выставочных проектов. И действительно, традиции, уровень преподавания, ну и, безусловно, таланты наших дизайнеров и молодых, и состоявшихся в профессии. Это все очень ценно для нас, как для музея. Мы ждем отзыва на предложение участвовать в конкурсе до 27 июля. Сергей, у нас остался большой вопрос. То, как вы свое партнерство осуществляете в нашем конкурсе в этот раз, в 2020 году. Времени осталось не очень много. Я очень, значит, прошу вас рассказать, так сказать, емко, но кратко. Вы не просто, так сказать, партнер. Вы инициатор разработки механизма защиты авторского права. И в результате у нас появилась платформа, которая обеспечивает цифровую защиту работам участников конкурса. Вот о важности авторского права, пожалуйста. Знаете, опять же, очень интересная аналогия. Я на прошлом конкурсе, ко мне подошла одна из участниц. И говорит, вы знаете, вот Сергей Альбертович, а я, собственно, это была очень красивая, торжественная часть. И говорит, что вы посоветуете? Я боюсь показывать заказчикам свои работы, потому что идеи очень интересные, но вот их могут как-то украсть. И есть удивительные случаи воровства, когда действительно просто в наглую воруют, делают, копируют. И наши дизайнеры, к сожалению, уже для них стало это нормой, что все равно своруют. Я недавно слушал один эфир тоже в Инстаграме, и там ребята, Дима Логин, говорят, ну, да все равно своруют. Это такое какое-то странное отношение, и оно выражено тем, что нет никаких инструментов защиты. И мы, вот как сообщество дизайнеров, Ассоциация специалистов предметного дизайна, Союз дизайнеров России с Викарием Ставицким, мы много об этих вопросах говорили. И сейчас объединились в некую цифровую площадку Russian Design Council, которая будет предоставлять инструменты, доступные, бесплатные инструменты по защите авторского права всем, кто захочет этим воспользоваться. Естественно, вот одно из проявлений, это мы стали партнерами конкурса, который использует нашу механику этой защиты, депонирование автоматического. Соответственно, все работы, которые сейчас присылаются, они будут задепонированы, будет обозначено, что вот автор, вот там есть пункты, кто автор, кто правообладатель. Потому что это может быть группа авторов, соавторы, могут быть группа правообладателей. Это все механизмы, они сейчас на сайте есть, и те, кто заполняют, ребята ставят. На сайте конкурса. На сайте конкурса, конечно, это уже реализован. Дело в том, что сейчас идет такой этап закрытый, потому что нету результатов. Мы же должны будем скрыть сначала имена участников, и члены жюри, и отборочный комитет, он не видит, кто, чтобы не было предвзятости. Вот я, например, сейчас не могу входить в члены жюри, потому что, так как я знаю механику, я могу теоретически увидеть, кто именно автор какой работы. Поэтому мне ни в коем случае нельзя быть в комиссии жюри. Но жюри не будет видеть, оно будет голосовать вслепую с точки зрения, кто автор и так далее. И потом уже будет представлен, опять же, новый интерфейт, где будут уже показаны оценки жюри, будет голосование народное, когда можно будет лайкнуть понравившуюся работу, и будет отдельная, значит, такая, что ли, активность. Очень, на мой взгляд, интересно, как жюри профессиональное проголосует, и жюри народ как проголосует. Вот эту всю механику мы сейчас предоставили в партнерстве. Я очень счастлив по нашему с вами сотрудничеству. У нас это тоже очень важно, просто вот второй конкурс уже совершенно на новом уровне, благодаря партнерским программам у нас проходит, да. Я очень надеюсь, что мы зададим планку качества, и вот уровень формирования такого рода конкурсов, это отношение и с точки зрения музея, как он серьезно подошел к формированию жюри, к формированию вот этой закупочной истории, свою коллекцию. И мы со своей стороны вот тоже дали эти инструменты защиты авторского права, чтобы человек мог, не боясь, посылая работу, у нас шесть проектов в каждом проекте, три картинки, вот 18 картинок человек может защитить, сейчас воспользовавшись возможностями музея, ой, возможностями конкурса. Конкурса. И это очень хорошо, и мы задаем планку качества проведения конкурсов. Я думаю, что дальше это должно просто становиться стандартом, и вы первые, кто работает именно вот с такими подходами. И я счастлив, что мы тоже участвуем вместе с вами. Да, надеюсь, мы все вместе от этого получим много важных новых инструментов, и участники, безусловно, конкурса тоже от этого только выигрывают. И, так сказать, мы всех приглашаем смотреть, что происходит на сайте конкурса, придуманного и сделанного в России. Действительно, у нас сегодня 30 дней до 27 июля, когда у нас официальный дедлайн подачи заявок на конкурс. Мы очень надеемся на то, что во всей стране мы уже возбудили интерес, и теперь мы ждем отзыва. Экспертная комиссия готова скоро начать свою работу. Вопросы, если они есть, буквально две минуты. Я думаю, что, Сергей, не откажете ответить на вопросы, если они сейчас появятся. А я, пока вы формируете вопросы, ну, к Сергею или ко мне, к музею, я хотела бы поздравить всех с Днём промышленного дизайна. Это завтра. И это интересно, что праздники эти есть, дни, эти даты, они отмечаются мировым сообществом. Поэтому всем творческих успехов и экономических успехов, поскольку дизайн — это креатив, это элементы отношения как к искусству, но это, конечно, и бизнес, это экономические схемы. То, что мы с вами начали, это дирижирование, это построение, это красота и удобство, и это такая разумность во всех его проявлениях в окружающем нас мире. Я пока не вижу вопросов. Если есть вопросы о конкурсе, придуманном и сделанном в России, или вопросы к моему собеседнику Сергею Смирнову, будет сейчас самое время их задать. У нас буквально минутка. Осталось для того, чтобы закончить наш бранч музейный, нашу замечательную встречу. Мы предполагаем, что лидеры мнения, профессионалы, ведущие, дизайнеры... Вот, вы знаете, вижу один вопрос. Добрый день. Предполагается ли усилить физику и математику в Строгановке в связи с инновациями в дизайне? Спасибо. Это к вам, да. Интересный вопрос. Действительно, очень много электроники, очень много материалов, материаловедения, очень много инженерных дисциплин сейчас влияет на создание дизайна, на создание продукта. Я бы не очень сильно стремился передавливать с физикой и математикой, потому что все-таки дизайнер – это такая очень творческая, очень возвышенная такая специальность. но технологии, конструирование нужно однозначно вводить. Трехмерные программы изучать, технологизировать процесс подготовки, проектирования и подготовки кадров нужно, поэтому вопрос очень справедливый. Просто я боюсь, что если мы сейчас начнем так же и физику, и математику, мы просто совсем какие-то гении должны. Он и нарисовать должен, у него академический рисунок живется. Но, тем не менее, да, это справедливо. Усиливать будем как-то вот требования к знаниям, сопромату, они есть. Что само по себе, это достаточно высокие требования, и, как мы раньше сказали, это дает свои результаты. То есть выпускники Строгановской академии, действительно кузница кадров в мировом понимании. И я очень надеюсь, что то, что будет представлено у нас на конкурсе, придумано и сделано в России, это тоже, так сказать, либо уже совершенные такие акты создания продукта, создания концепта, идеи, значит, либо проявятся люди, которые способны очень на многое. Мы, значит, тоже у нас есть такая номинация, которая позволяет выделить именно перспективный, как бы талант к креативу, к созданию серьезных прорывов. И это тоже партнерская программа в нашем конкурсе, о которой мы поговорим в одном из наших следующих эфиров на музейном бранче. Всероссийский музей декоративного искусства приглашает всех поучаствовать в конкурсе «Придумано и сделано в России». Смотрите условия на сайте. Сергей Смирнов, ведущий дизайнер, основатель и руководитель «Смирнов дизайн», партнер нашего конкурса, был сегодня с нами на нашем музейном бранче. Спасибо большое. Всего доброго всем, хорошего дня. До свидания. До свидания.